я света московский музей дизайна куратор мультимедиа проектов ну и человек неравнодушный к экологической обстановке и сама сдающий пластик на переработку причем как это не глупо я вожу его на метро на переработку у меня даже нет контейнера нигде в моем районе для раздельного сбора мусора вот и мы собрались здесь чтобы обсудить на самом деле проблемы региональные но и в масштабе всей россии в принципе тоже и у нас вот присутствуют иностранные гости специально для того чтобы рассказать нам о своем опыте переработки пластика в своей стране у нас присутствует дизайнер из работающих перми студия кама никита они потом еще все представятся отдельно у нас есть представители сибур химпром и два дизайнера которые приехали из москвы и тоже работают с переработанным пластиком хорошо извини 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 художницы да точно и вот мы хотели на самом деле больше освещения этого получить мы привыкли что люди не вмещаются в зал на лекции и экскурсии ну и здесь как-то так не получилось но это очень показательно в плане того насколько эта тема вообще волнует жители города особенно в такую погоду и вот мы здесь собрались таким маленьким кругом узким кругом до чтобы обсудить хотя бы в данный момент данной ситуации что мы каждый из нас все мы вместе можем сделать какие идеи можем предложить или может быть внести как-то физически свой какой-то вклад в решение региональных проблем по переработке пластика и может быть в решении всероссийских проблем как заложить камень да и свете того что в свете событий последних то есть если вы знаете наверное знаете два дня назад на саммите он было заявлено что у нас в мире чрезвычайно экологическая ситуация и к 2050 году мы должны полностью снизить то есть полностью снизить смысле свести на ноль выбросы углекислого газа свести к нулю как это возможно при том что мы даже на этом саммите не были представлены да это непонятно для нас в особенности но нам как и всем это нужно независимо от того где мы находимся потому что от нашей неравнодушности к этому вопросу зависит собственно жизни всех людей на планете и россия должна как-то подключиться на наш взгляд на взгляд московского музея дизайна к этому вопросу поэтому мы организовали выставку фантастик пластик которая ездит по россии по регионам и в рамках этой выставки мы проводим лекции мероприятия круглые столы всячески продвигаем эту тему в социальных сетях и раз мы все уже здесь готовы давайте расскажем о себе и начнем наверное с вас спасибо добрый день я представляю пермскую площадку сибура сибур химпром зовут меня мария лункова я начальник отдела экологии ну на самом деле что касается сибура можно смотреть на можно слушать мы не занимаемся переработкой именно пластика или переработка отхода мы нефтехимическое предприятие и нефтехимический холдинг один из крупных нефтехимических холдингов в россии и наш холдинг занимается тем что мы перерабатываем попутный нефтный газ и получаем из него разные продукцию и газы и жидкости и в том числе и полимеры поэтому вот мы здесь поэтому вот я тоже мне интересно стало поприсутствовать на такой выставке у нас 23 площадки в холдинге по всей россии и пермская площадка сибура это там 30 видов разных продукции которые нельзя купить в магазине но тем не менее вы с ней так или иначе сталкиваетесь это то что добавляется в краски это то что добавляется в пластиковые изделия это то что добавляется в том числе и при производстве вот таких вот бутылочек следующий слайд вот таким образом сибур холдинг представлен по россии то есть вы видите практически во всех регионах и в том числе за рубежом еще раз мы не только производим газ который из которого потом можно произвести полимерную продукцию мы производим еще и бутиловые спирты то есть добавки которые являются продукции дальнейшей для лакокраски из пермская площадка сибура в том числе производит полистирол спеивающий если кто-нибудь когда-нибудь покупал бытовую технику то всегда видел вот этого упаковку белую которая не дает нарушить целостность оборудования то есть вот это вот формы которые защищают это как раз вот полистирол спеивающий или это отделка или это утеплители строительные для того чтобы наши дома стали чище вот вот это вот один из видов продукции который является полимерным вот именно для пермской площадки сибура поэтому мы заходим в рынок полимеров и для нас важно какова дальнейшая судьба то есть сибур и сибур химпром это скажем так экологически ориентированные холдинги предприятия мы как жители перми и как работники предприятия мы понимаем что жизнь в городе она связана с тем что вокруг нас есть промышленные предприятия есть к сожалению большие свалки и как раз мы за то чтобы продукция полимерные в том числе продукции сибур химпрома туда не ложилась она превращалась во что-то полезное и вторая жизнь пластику и вторая жизнь тем пластиковым отходов которые получаются в том числе на промышленных предприятиях это такое наше направление поэтому опять же мы нам интересно присутствовать на этой выставке и интересно послушать идеи которые возможны мы потом не может быть и нанести пермской сибур площадки сибура будем реализовывать а совместно с холдингом где-то на других регионах уже следующий слайд ну вот это про пермскую площадку сколько нас какая у нас площадь то есть можно увидеть ну и вот из полимеров полистирол я сказала это теплоизоляция это строительство это упаковка и новое производство диактил теория фталата это то что мы запустили буквально в мае месяце этого года единственный пластификатор в россии представленный в основном он производился за рубежом это импортозамещение потому что в европейских странах уже приняты конвенции есть на законодательном уровне принято что фталатные пластификаторы которые добавляются в линолеуме в кожезаменители в различные детские изделия они должны быть запрещены они канцерогенные и такие пластификаторы в том числе применялись на производства производственных мощностях в наших регионах в россии мы можем производить это по другой технологии и производить как раз без талатный пластификатор он называется диактил терифталат или дот коротко можно следующий слайд очень важно заниматься пластиком мы считаем потому что на самом деле количество объемы выбросов которые производятся при переработке природных материалов они значительно выше здесь представлены две диаграммы удельный объем потребления электрической энергии и удельный объем выбросов co2 если посмотреть где находится значит натуральные наши сырье ну не только российская и зарубежная и где находится пластики то есть это совершенно другие выбросы и совершенно другое потребление электроэнергии вот поэтому мы занимаемся не только переработка попутного нефтяного газа из которого мы получаем массу полезной продукции но в том числе мы задумываемся о том что на самом деле наше производство хоть и химическое она не наносит не городу не ухудшает экологическую обстановку города не по другим регионам нет увеличения следующий слайд пожалуйста вот опять же самый простой пример что мы можем получить при производстве значит либо алюминиевые бутылки либо стеклянные бутылки либо пластиковые бутылки мы видим насколько экологично производство пластика следующий слайд пожалуйста это опять же цифры то есть про co2 про которые вы говорили значит что мы получаем при его переработке при его сжигание какое количество кубометров газа получается и 1 миллион тонн пластиковой продукции можно получить а вы только сжигаете мы наоборот у нас не уходит это все на факела как раньше вот что такое попутный нефтяной газ еще раз это когда добывают нефть и раньше вот эти вот газы которые с нефтью выходили это были большие факела по всем регионам где идет добыча то есть проезжая по полям или пролетая на самолете можно было видеть вот эти вот столбы пламени как раз сибур занимается тем что вот этот попутный нефтяной газ забирает из него производит продукцию то есть как раз все регионы в которых производилась добыча нефти они теперь не сжигают это не загрязняет атмосферу а мы из этого скажем так отхода природного получаем продукцию наши все предприятия по всем 23 регионам где мы размещаемся я говорила уже про ваш полученный пластик чтобы получить из него вторичный пластик вы его получаете или вы сжигаете нет мы на самом деле мы пластика мы псв производим мы отдаем потребителям мы уже дальше до в цепочке не участвует следующий слайд пожалуйста ну и просто немножко еще предприятия а потом уже вернемся к пластику почему мы вот промышленный узел осенцы цветовой гаммы показаны в левой части цветовой гаммы показаны предприятия крупные на самом деле промышленном узле находится порядка 250 организаций ну самый крупный это вот лукойл сибур химпром минеральное удобрение и значит т.с. 9 у нас находится объединенная сан зона мы находимся в 8 километров от города перми роза ветров к сожалению на город и мы производя химическую продукцию конечно же не скрывая мы производим выбросы но мы работаем над их снижением и работаем над их контролем у нас есть передвижная лаборатория и вот кубиками обозначены в направлении города у нас есть два стационарных поста которые 24 на 7 и на 365 дней в году работают и мониторит качество атмосферного воздуха с 2014 года мы реально видим что воздействие от нашего предприятия на город практически нулевое то есть превышение нормативов мы не видели к тому что в городе находится 7 постов гидромета и к сожалению развязка и автотранспорт дают на самом деле очень высокий фон оборудование автоматическое все сразу же в точке проведения замеров выдает результаты можно следующий слайд и опять же мы производим продукцию но и в том числе у нас получается сточные воды мы провели основательную реконструкцию очистных сооружений за восемь лет в пермском крае это первая реконструкция до нас еще был лукойл который реконструировали свои очистные сооружения и вышел в реку кама построили биологические очистные сооружения с аэротенками со светлителями современные здания старые очистные сооружения у нас занимали 12 гектар новое очистные сооружения занимает всего половина гектара перерабатываем 3 миллиона качественных сточных вод в году мы передаем в новогор при каме в нашу принимающую организацию водоканала у нас нет близко речки поэтому вот так очень жесткие нормы города перми и мы наверное как жители очень благодарны что пермский край следит за тем чтобы и промышленные предприятия и население заботилась о здоровье чтобы в реку каму поступали чистые воды поэтому наше предприятие на самом деле не просто так занимаются вот этими вещами а понимает что мы опосредственно влияем на реку кама из которой идет потребление воды как в наши дома так и у нас же там находятся дачи мы отдыхаем на этой речке там купаемся мы купаются наши дети поэтому многомиллионные вложения были сделаны нашим предприятиям в том числе и в рамках очистки источных вод вот просто это для того чтобы просто познакомить с площадкой какие у нас есть направления с точки зрения переработки пластика еще раз мы не сибур химпром не сибур пластик как таковой не производят по и мы производим полимерные продукции например в тобольске у нас сейчас построен большой комплекс сейчас находится в пусконаладке там будет производиться 2 миллиона тонн полимеров естественно а из них потом будет производиться довольно таки большое количество пластиковых изделий и как раз вот в этом направлении наш холдинг очень последнее время целенаправленно задумывается не просто так производить вот эти полимеры а куда они потом пойдут и можно ли из этих полимеров сделать вторичную продукцию вернуть вторую жизнь и использовать это в качестве тех же самых пластиковых бутылок но может быть не под питьевую воду то же самое пластиковые стулья плитка дорожная для того чтобы значит тротуарная плитка была не из камня а из полимерной продукции и вот в этом направлении до каких-то других направлений что можно сделать историчного пластика как раз мы задумываемся мы ищем мы смотрим и возможно это будет не совсем не профильные наши направления переработки но опять же как ответственные потребители и как ответственные производители это наша задача поэтому нам интересно слушать и узнавать все новое по переработке пластика один вопрос задам прежде чем перейти дальше вот вы говорите что вторичные полимеры на вторичные полимеры же образуются при переработке пластика на вы говорите что вы не перерабатывайте пластик да мы на самом деле мы пока производим его а возврат во вторичку мы еще не таким не занимались мы знаем что такое регулирование есть обязательное в Европе. Там законодательством установлены определенные квоты, что предприятия должны возвращать от 5 до 10 процентов и производить свою продукцию, в том числе и старички. Мы вот как раз к этому идем. Вы как раз разрабатываете сейчас идею. Как это можно сделать? Да, я поняла. Спасибо. У нас получается сегодня будет разбита дискуссия на две части. Одна часть посвящена будет массовому производству, потому что Сибурхимпром имеет отношение больше к массовому производству, а другая направлена на частный сектор, скажем так, интересы художников, дизайнеров и публики, которые смотрят их проекты и задумываются о массовом производстве и экологической ситуации. И сейчас представится голландский дизайнер и фотограф, которые создали проект Rabdish. Он представлен здесь на выставке. И Дедрик. Я кратко представлюсь. Меня зовут Редак Шнейман. И вместе с фотографом Алдвином Бан Кримпеном. Это проект, который называется Натюрмусор. Изначально мы работали в области дизайна, мебели, освещения. но это наш новый концепт. Мы визуализировали отходы в виде блюд. Это, в общем-то, художественный проект. и мы берем отходы. Изначально мы брали как раз отходы от производства мебели, но и мы сначала начали с разработки стула. Как он разрабатывается, что с ним можно сделать впоследствии. И как художественные натуры мы стали думать, что можно сделать с этим стулом. И я, в общем-то, подумал, что то, что мы делаем, производит отходы. Что можно с этим сделать? Мне кажется, из этого можно сделать что-то, что я мог бы съесть. Я стал выходить на улицы вместе с фотографом, пытаясь представить себе как художник вещи, которые можно приводить во что-то, ну, например, в спагетти. Потому что издалека это было похоже на спагетти. В целом, весь процесс начинается с того, что вы смотрите на отходы как на некий ингредиент. Он запускает процесс вашего творческого мышления. вот мой последний проект. Он называется «Ценности». Мы используем переработанные материалы для частных коллекций. Вот, например, большая люстра, и она сделана из шести миллионов с лишним маленьких бутыльков от парфюма. Там есть разные бренды, и она, естественно, представляет собой определенную ценность, но часто эти вещи заканчивают свою жизнь где-нибудь на чердаке, и я пытаюсь найти вот такие коллекции, собираю их воедино, чтобы получилось что-то другое, что-то более ценное. Из трех тысяч спичечных коробок я создал вот такие часы. А ваза, которую вы видите на слайде, сделана из маленьких фигурок Смерфов. Вы знаете, наверное, такие мультипликационные персонажи. Это я, меня зовут Альвин Ункримпен, мне 47 лет, я вырос в семье с двумя братьями, и я последние 20 лет работал профессиональным фотографом, в основном я занимался в области фотографирования, в области моды, еды, и это были мои любимые направления фотографии. Для меня важна вот эта концептуальная часть нашего проекта, где я мог бы развить свою личную концептуальную историю, потому что я считаю, что это концептуальная фотография, и мне нравится этот вызов, когда мы берем мусор делаем из него искусство. Спасибо большое. Вот, собственно, проект предыдущий, который Дидрик показывал, чтобы вы понимали, да, это его последний проект, он, я так поняла, после Рабдиш был, да? Через коллекции, возит автор Рабдиш? Мы продолжаем проект Рабдиш, но на время еще работаем другим проектом. Да, да, то есть Дидрик увлекся этой темой и начал разрабатывать ее дальше. Вместе они работают над этим проектом, который представлен на нашей выставке. Тоже художники, больше, чем дизайнеры, Катерина и Лилия. Давайте вы расскажете про себя. Это Садовский. Здравствуйте, меня зовут Катерина Садовская, мы с Лилией Лимьян приехали из Москвы, мы занимаемся современным искусством. Нет, это самый последний, да, покажите, пожалуйста, первый. Очень жаль, что есть возможность только в трех картинках показать, чем мы занимаемся, потому что в основном наши работы это скульптуры и исследования на тему пластика. Лилия сейчас подробнее расскажет о шагах нашей работы, но наша основная цель, я не знаю имеет ли вообще смысл говорить в искусстве слово цель, это не то чтобы борьба с пластиком, а скорее это найти возможность использовать этот материал на очень высоком уровне, то есть переработка это очень круто, но мы столкнулись с проблемой, что мы ничего не можем произвести из него красивое, такое функциональное, вот, и нас очень интересует 3D-печать из переработанного пластика, вот, наше искусство, наши скульптуры, они потихонечку перешли в такое исследование будущего, то есть как вообще наше отношение к себе, к производству, к препотреблению, к чему все это ведет, будет ли у нас шестое массовое вымирание или не будет его, вот, это хорошая шутка, но все равно Лилия расскажет сейчас о шагах, а я расскажу потом о науке и о технологиях, которыми мы занимаемся. Здравствуйте, жалко, можно следующее, пожалуйста, нам почему-то сказали только в трех картинках, хотелось бы, конечно, больше показать, но смотрите то, что есть, потом можно зайти на сайт и посмотреть что-то другое. Значит, с чего все началось, если чуть-чуть забежать назад, то мы с Катей поехали на Байкал и очень впечатлились всем увиденным и сделали там две выставки. Они не были направлены на пластик, но это тоже было про экологию. Мы внедрялись в мраморный карьер, который был вырыт и брошен, такая как развертанная яма, которую все выкачали и почему-то за ненадобностью оставили. И в лесу тоже делали выставку и потом натолкнулись на то, что мы вышли на пластик, потому что везде видели надписи свой мусор увозите домой, потому что нету вообще мусор на Байкале, нету никакой утилизации и так далее. И приехав в Москву, мы стали договариваться с музеями Москвы, чтобы поставить свои написано «Plastic for Art». Почему музей? Потому что это та территория, где мы живем, где мы существуем, и нам казалось, что это логично быть выставленными там. Мы договорились с музеем, московским музеем, со школы Сколокова, Пушкинский, Мома, и выставили такие баки, собрали пластик, и все люди, которые приходили на выставку, они становились участниками нашего проекта, непроизвольно, потому что их брошенная бутылка, она потом идет в наши скульптуры, в наше произведение. Второй картинке это наша мастерская, куда мы свезли весь пластик, она была еще больше гора, мы мыли все вручную, как Марина Абрамович, сидя на полу, каждую бутылку отмывали, ругались долго на тех, кто выбрасывал нам ненужные вещи, отмывали, отвезли, третья картинка это вот завод, мы были на подобном таком заводе в Москве, он очень такой крутой завод, мы познакомились с каждым процессом работы, сделали там видео арт, который сейчас монтируем, который будет участвовать в выставке, мы надеемся, вот в Третьяковской галерее нас позовут, уже вроде бы позвали, да, Светлана, это вот маленькая часть, маленький фрагмент скульптуры, которую мы делали, такие панели, но это не совсем пока переработанный пластик, потому что, как Катя сказала, мы столкнулись с проблемой, что технологии сложные невозможно сделать, но мы с этим боремся, к чему-то хотим прийти, но у нас есть, да, нет картинок, у нас есть историчного, но то, что мы хотели выплавить вот изначально прям, оказалось, это очень дорого, это очень сложно, и пока мы вот на этом этапе мы ищем деньги, если у кого-то есть, они могут поделиться с нами, вот, кого и желание, вот, и сейчас Катя расскажет следующие наши шаги, к которым мы тоже идем, спасибо. Да, в процессе проекта мы поняли, что мы, ну, как бы тормознули на том, что мы собрали пластик, мы отвезли его на переработку, мы сделали какие-то объекты из переработанного листового пэт, но было ощущение, что, ну, как бы работа была сделана, но все равно это было что-то незаконченное, и мы решили посмотреть на историю с пластиком, там, я не знаю, на проблему, как-то с разных сторон, и в том числе с стороны науки, и взяли в свою команду еще ученого, это девушка из Нижнего Новгорода, ее зовут Сакина Зейналова, ее сегодня с нами нет, она занимается разработкой биополимеров, это биополимерные гидрогелии и флокулянты, гидрогелии используются в памперсах, в сельском хозяйстве, они задерживают большое количество воды и, собственно, потихоньку отдают ее почве, эту воду, вот, флокулянты служат для очистки, вот, вам интересно, наверное, да, и все это сделано из картофельного крахмала, то есть все это 100% перерабатывается в почве, остается и перерабатывается, то есть это не те гидрогелии, которые бросаются, да, вот, когда выращивают какую-то культуру сельскохозяйственную, остаются, и с ними там в течение многих-многих лет ничего не происходит, вот, мы решили сделать еще работу, инсталляцию с, собственно, ученым, потому что нас затянуло в исследование, нас затянуло уже в такой сайенс-арт, нам было недостаточно просто произвести скульптуры, но все равно, знаете, вот эта вот вся ручная работа, когда ты что-то собираешь, что-то пытаешься из этого выплавить, это не выход из общей ситуации, потому что мы не можем жить дальше и пытаться что-то делать руками, нам нужно все выводить на массовое производство, а массовое производство это инновации, потому что то производство, которое у нас сейчас существует, его недостаточно, ну то есть мы не можем думать о том, что мы сейчас начнем правильно сортировать пластик, отвозить его на переработку, что мы будем получать с него дальше, максимум, что мы сегодня можем получить чистую, стопроцентную, это снова питьевую бутылку на заводе Пларус в Москве, это единственный завод в России, который делает из мусора, из пэт, вот из такой бутылки с помойки такую же чистую бутылку, с которой вы можете пить воду, но чтобы произвести эту бутылку, нужен завод, нужны приформы металлические, которые стоят безумных денег, видите, я даже нервничаю, вот, и мы как художники не можем ничего сделать с этим, мы не можем себе заказать приформу, там, грубо говоря, за 300 или 500 тысяч рублей, и сделать одну скульптуру по одной приформе, так вот, 3D-печать, я считаю, что это инновация, что это будущее, и что, ну, за этой технологией стоит все, потому что это возможность создать все, что угодно, все, что вы хотите, если вы имеете модель, 3D-модель, из переработанного пластика, или из композитных материалов, вы можете добавлять в переработанный пластик также металлы, или какие-то другие элементы, материалы, вот, пока что мы ведем переговоры с единственным принтером, который есть в России, мы пока не можем никакие секреты открыть, потому что у ребят даже нет сайта, они скрываются, да, но, насколько мне известно, мы очень долго искали технологию производства, такую, именно 3D-печать, потому что это упрощает процесс, это его ускоряет, и, соответственно, как я, ну, я повторюсь, что это дает большие возможности во всем, то есть это возможность не только делать скульптуры, да, художник может сделать что-то, есть возможность сделать детские площадки, есть заново что-то сделать для города, можно печатать дома, части строительные для домов, то есть это, ну, новинка такая, и, скорее всего, если такие технологии будут развиваться в России, в мире, то мы лишимся очень многих видов другого производства, там, фрезеровки и так далее, я не знаю, выгодно это кому-то сейчас или нет, но, в общем, это то, чего бы нам хотелось, то, чем бы нам хотелось заниматься, слиться с технологиями, слиться с наукой, это сложно, но это безумно интересно, и я надеюсь, что, если каждая сфера дизайнеры, те люди, которые занимаются производством, художники, если мы будем думать, если мы будем как-то, так сказать, что-то исследовать, изучать и с разных сторон смотреть, на ситуацию, пытаться что-то разрабатывать, то, возможно, мы к какому году? 50-й. Ну, либо мы умрем, либо мы что-нибудь придумаем, ребята. ты еще хочешь что-то сказать? 50-й нужно уже отработать все. Мы постараемся. Тогда все. Спасибо большое. Спасибо. Еще художник или дизайнер? Дизайнер все-таки. Никита? Все-таки дизайнер. Все-таки дизайнер. Вообще даже не дизайнер. Ну, расскажи, почему ты здесь? Добрый вечер всем. Вообще, был тоже очень удивлен, что получил приглашение на этот круглый стол, потому что напрямую с пластиком ни я, ни моя компания, ни одна из этих компаний не связана. Но если задуматься, то все, что нас окружает, практически сегодня из пластика, и все, что мы делаем, так или иначе связано с пластиком. Даже если задуматься, я потом вспомнил, что несколько лет назад написал кандидатскую диссертацию, тоже про пластик. Значит, эта тема мне очень близка. И у нас был очень интересный как раз регламент, который мне понравился. Это три слайда в презентации. И как раз моя презентация ровно для этого формата идеально подходит. Но вот здесь представлено то, чем мы занимаемся. Первое – это дизайн-студия, но она больше графическая студия. Но мы иногда занимаемся объектным дизайном. И интерьерами. Главный наш такой проект жизненный, социально значимый – это школа дизайна «Точка». Это общеобразовательная школа в Перми, которую мы курируем. И в ней мы сконцентрировали все дизайн-сообщество Перми и ближайших городов, в том числе и Москвы. Очень много друзей и помощников у нас. Мы учим детей с первого по одиннадцатого класса со всем видом дизайна и считаем, что дизайн – это то, в принципе, что вообще можно взять за основу для любого образования. То есть каждый дизайнер, кто у нас преподает, он преподает то, что он умеет. Не то, что он где-то читал, а то, чем он занимается. У нас есть архитекторы, есть графики, есть промышленные дизайнеры, ремесленники, керамисты, мебельщики и так далее. Кого только у нас нет. И все, что связано с медиадизайном. И школа дизайна «Точка» для нас – это такой некий полигон, в котором мы применяем те или иные наши… Где мы экспериментируем в самых разных областях, в том числе и в интерьере. Но мебельная фабрика – это такой небольшой проект, чтобы заработать денег, но он, опять же, непосредственно связан с пластиком, потому что сегодня практически вся мебель так или иначе связана с пластиком, потому что если взять тот же ДСП, из которого вся мебель, по сути, это композитный пластик. Это стружка плюс клей, в итоге получаем пластик. Как бы мы не хотели найти материал, который мы, опять же, возьмем, какой-то переработанный, классный, всем будем говорить, что мы такие молодцы, используем переработанные материалы, пока, к сожалению, такого не найдено материала. Но давайте перейдем к очень красивому слайду. Я называю… Это помещение из нашей школы, когда мы туда пришли. Примерно вся школа выглядела так. Я думаю, что очень многие заведения в нашей стране, не знаю, как в Голландии, точнее, видел, как в Голландии, там такого точно нет, но вот в России очень многие помещения выглядят именно так в общественных пространствах, бюджетных. Это школы, больницы, что у нас еще будет? Ну, понятно, в общем, да, там полицейские участки и так далее. То есть это наш актовый зал в школе. Я называю это пластиковая комната. И это вот яркий пример того, что мы сегодня с вами говорим, как перерабатывать пластик. А на наш взгляд, на взгляд нашей студии, то, чему мы учим детей в школе, очень часто пластик вообще, в принципе, и не нужно было использовать. И очень многие материалы используются избыточно. Вот, например, в этой пластиковой комнате мы видим пластиковый пол, это ламинат, пластиковые стены, это панели, пластиковый потолок, пластиковые окна, пластиковая мебель, розетки, шторы. Ну, шторы здесь вот мы уже поменяли на тот момент, а были, например, старые жалюзи. Сами представляете, во что они превратились. И мало того, что это все пластик, это еще и имитация. То есть все, мы, видимо, все-таки произошли от обезьян, вышли из природы, и нам всем хочется жить в природе. И поэтому мы ищем эти природные мотивы и пытаемся их добавить в наше жилище. Но очень часто нам кажется, это дорого, использовать именно природные материалы и непрактично. Мы используем пластик, который мы маскируем за вот эти текстуры. Вот, например, яркий пример того, вот недавно был в Макдональдсе всем любимом. Макдональдсе. Не считая, что это реклама, все и так его знают. Там та же самая картина, например, пластиковые вот эти вот под дерево, столы, стулья, стены. И когда я смотрю на это, я понимаю, что это некий обман, что это некая имитация. И сразу же возникает вопрос, а бургеры-то вот вы все-таки ими хвастаетесь, они у вас все-таки натуральные. То есть аналогия, она прослеживается всегда. Так же и в нашей школе. А образование-то у вас настоящее, если у вас пол ненастоящее. Ну и можно перейти к следующему слайду. Это то, что из этого помещения получилось. Примерно с того же ракурса мы убрали просто весь пластик. Остались стулья пластиковые. Но это опять же пример того, что если пластик нужен, то ничего страшного в нем нет. Понятное дело, что это современный материал, его нужно использовать, никто от этого не уходит. Но от всего остального вполне можно остаться. И вот когда мы убрали весь этот пластик, мы получили помещение гораздо больше, и гораздо больше подходящее под те функциональные задачи, которые перед ним стоят. И мы пропагандируем, по сути, этот принцип для всей деятельности, которой мы занимаемся, в том числе и в мебельной. Например, в фабрике очень часто все выбирают ДСП или какой-то другой материал с текстурой. Но мы стараемся, например, объяснить, что если вы используете пластик, то пусть он будет однородного цвета, ничего в этом страшного нет. А если вы хотите какую-то фактуру дерева, то всегда можно найти качественную замену, либо сегодня все-таки конкуренция у нас развивается, и можно найти вполне качественный натуральный материал за небольшие деньги. Ну, я думаю, что на этом все. В принципе, много чего могу сказать, но хватит. Спасибо большое. Мы так как не знали, многие из нас не знали, чем ты занимаешься. Был сюрприз. Кажется, все не знали. Отлично. Давайте начнем с того, что определим, кто есть кто. Вот у нас есть здесь пластиковые бутылки, которые, ну, из них мы пить собрались, но нам дали их, мы, собственно, ни при чем здесь, мы не сами их покупали, нам их дали. У кого какие планы на эту бутылку? Никит, начнем с тебя. У меня всегда моя бутылка со мной, причем она уже выглядит немножечко потрепанной, и вообще я такой активист, мне кажется, пластиковый. Я выбрасываю мусор, всех призываю, в смысле сортирую мусор, и всех к этому призываю. Мне больно, конечно, всегда смотреть на эти одноразовые бутылочки, стаканчики и так далее. Какие у тебя планы на эту пластиковую бутылку? Что ты сделаешь, когда допьешь? Я думаю, что я ее со мной выброшу. Но это будет нераздельный сбор мусора, это будет мусор на свалке. В данном случае. Ну или мне придется везти ее домой, но я не думаю, что… Может быть, я так и сделаю. Окей, да, возьмешь домой. Я пользуюсь обычно таким, но здесь негде набрать воды, поэтому, скорее всего, в какой-то момент я сломаюсь, открою ее, перелью воду, а бутылку возьму с собой в чемодан. У меня там уже одна такая лежит, из аэропорта. А вы, Мария? На самом деле я возьму ее с собой, и если кто-то пожелает, я тоже могу забрать эти бутылки, потому что мы занимаемся раздельным сбором отходов у себя на предприятии, и сейчас у нас как раз проходит такая акция. Мы даже отдельно с организацией, которая перерабатывает наши отходы, поставили дополнительные контейнеры под пластиковые бутылки, и призываем всех наших работников, которые во время работы используют пластиковую бутылку, именно туда складывать, и даже если они дома сортируют, и рядом с их домом нет отдельного сбора пластика, то перевозить и складывать туда. В результате весь этот пластик пойдет в переработку, и будет как раз небольшой такой, значит, есть полигончик у организации пермской, называемой буматика, они занимаются переработкой пластика, и из нее получают в том числе тротуарную плитку и много других полезных вещей. Отлично. А туда вот свести пластик, может, кто угодно, есть какой-то пункт сбора, чтобы вот не через вас передавать, да, такая редкая возможность у нас тут есть, а как-то цивилизованная? Да, конечно. У них по городу стоят контейнеры, и не только они занимаются, и чистый город занимается. То есть во многих придомовых территориях стоят контейнеры для раздельного сбора пластика. Прямо такие клети стоят, разноцветные. И они свозятся на одно предприятие? Нет, это разные организации, то есть разные организации, которые занимаются переработкой. У нас их не так много, к сожалению, да, то есть это развивающееся направление, но тем не менее… То есть они сами собирают и сами свое перерабатывают? Нет такого, что сборщики отдельно, переработчики отдельно? Нет, они у себя сортируют и перерабатывают, и получают вторую продукцию, которую потом реализуют. Хорошо, спасибо. Лиля, Катя, что с бутылками? Ну, что с бутылкой? Я ее оставлю на память, что пили художницы из этих бутылок этому музею. Вот. А на самом деле я пью из железной бутылки, у меня дома кулер, и как бы я, можно сказать, не употребляю такой пластик бутилированный. И на самом деле еще ни один пластик не исчез с этой планеты, потому что вот как с тех времен, когда он был изобретен, так как он гниет 500 лет, еще не прошло, пока он весь в обороте. Вот. Ну, мне кажется, так. Я дарю музею. Ты тоже даришь, Катя? Нет, я дарю Марии. Ну, да, я с тобой. Да, вот выяснилось, что все мы здесь беспокоящиеся. О ситуации художники, ну, если доставить сейчас в стороне художественную часть и поговорить только об экологии, художники привлекают внимание скорее, да, к этому вопросу. Дизайнеры пытаются спроектировать, спланировать как-то дальнейшее использование и проекты или без, наоборот, пластика. Вот дизайнеры, но, правда, тоже привлекают внимание к вопросу голландцы. И у нас только один представитель, собственно, от производителей, так сказать, на которого все это внимание скорее всего должно быть направлено. Внимание общественности, которое мы привлекаем. И вопрос к вам. Вы, как как вы говорите, задумывая компания, задумывающаяся о том, что перерабатывать пластик нужно и ищущие пути его переработки, пришли уже к каким-то вариантам для России вообще подходящим? Потому что, ну, у нас много всяких поправок в России, там, например, маркировки принимаются далеко не все, не все, которые в Европе, и даже не все, которые заявлены. Мало этого. Или заявлены и не принимаются, например. Вы это собираетесь решать в рамках вашего только производства? Или вы как-то хотите с Сибуром вместе сотрудничать для выхода на общегосударственный уровень? Хороший вопрос. Потому что буквально, там, три недели назад на пермской площадке Digital Marion собирались представители региональные министерства практически из разных регионов России. Там были и замминистры, и руководители администрации, которые в том числе были заинтересованы, а как же сделать так, чтобы пластик, и не только бутылки, а все остальное именно правильно собиралось для того, чтобы потом правильно перерабатывалось. Потому что, да, есть такая тема, что законодательство России пока такой момент не обеспечивает. Сразу возникал вопрос, а кто будет платить за то, чтобы эту бутылку донести, а кто будет платить за логистику, чтобы довести до момента переработки, то есть в какие тарифы это будет входить. Потому что Европа очень часто живет по принципу, ты пришел, сдал бутылку, получил бонус, или ты получаешь уже товар уже за вычетом стоимости этой бутылки. У нас пока такой практики нет. Вот, и на самом деле холдинг над этим задумывается, потому что опять же мы будем производить полимеры, из которых потом в том числе будут вот такие пластиковые бутылки изготавливаться. и в том числе и будут разрабатываться инициативы по законодательным таким решениям этого вопроса. Светлана, на самом деле вкус Вилл сейчас устанавливает такие аппараты, куда ты закидываешь свои бутылки, получаешь бонусы, скидки и так далее, а вкус Вилл такая уже большая сеть. Жаль, здесь нет представителя вкуса Вилл. У меня есть множество вопросов к этому производителю, потому что то, что он перерабатывает и то, в какой пластик он упаковывает, то есть контейнеры они могут ставить, но у них пластик с примесью химической, то есть у них там С, по-моему, идет маркировка С, а потом уже ЛДПЕ, и все, он уже не поступает в переработку, но никак, но никак нигде вообще, не то, что в России, вообще нигде. И как они вот сочетают эти здоровые продукты с упаковкой, которая уже с химической примесью, которая как бы не рекомендуется вообще с пищевыми продуктами контактировать. Это вопрос большой. Хотела спросить. Да, да. К какому году вы планируете, я так понимаю, вы собираетесь химическую переработку на мономеры, да? Ну да. А потом с добавлением новых полимеров. Да, да, да. К какому году? Ну, у нас одно из предприятий под Уфой будет строиться как раз переработка, и пока проект рассматривается, то есть он на стадии проектирования, на стадии выбора каких-то технологических решений, но это ближайшие два года. Это небольшие объемы, 100 тысяч тонн по переработке, по году, но тем не менее, это уже такой вклад. А это как-то государством спонсируется или администрацией города? Или Сибуром только? Это Сибур и Башкатерстан. То есть совместная такая акция, то есть будут преференции на региональном уровне. Ну, конечно, это в первую очередь задумка Сибура, потому что понимаем, что это интересное направление, и с учетом того, что мы будем производить полимеры, нам в дальнейшем это потребуется. Пока только предприятия под Уфой. одно. Возможно, что в дальнейшем будет развитие дальнейшей цепочки таких подразделений, которые будут перерабатывать. Спасибо большое. Мы обязательно еще вернемся к этому вопросу. Лиля или Катя, расскажите, пожалуйста, вот вы начали говорить про биоразлагаемый пластик, и про 3D-печать. Вы оба эти способы используете или какому-то даете предпочтение? 3D-печать мы пока не используем, потому что мы идем к тому, чтобы использовать ее. Когда мы ее начнем использовать... Переработанные, не илоновые, да? Именно. Нет, это не нитка. Там немножко другая технология. Там к принтеру подключены еще две машины. Первая машина, она этот пластик размалывает, там шреддер находится, да? Вторая машина, она доводит его до нужной температуры, убирает, высушивает жидкость, если там есть какая-то вода, или еще что-то. И дальше принтер печатает. Мы пока не знаем, как он печатает, потому что все в процессе. Но человек, с которым ведутся переговоры, он еще говорит, что можно другие материалы использовать. Ну, например, металл. Вот. Пока я не знаю ничего и ни одного предмета в России, которые были бы сделаны таким образом, именно из переработанного пластика, 3D-печать. Потому что, пожалуйста, 3D-печать вам могут и металлами печатать, и смолами, и все, что вы хотите. А именно переработанный пластик. Ну, то есть, смотрите, вот вы переработали пластики. У вас на выходе оставилось сырье. Что это, гранулы или еще что? Еще раз, мы сами не переработали пластик. Еще пока не переработали пластик. В ваших планах, вы говорили о планах сейчас, о статоннах. А потом, да, потом гранулы. А куда вы их денете, эти гранулы? А есть потребители. ПЭД это вообще такая вот вещь. Именно только, мы говорим только о ПЭД. Пока да. Вот. А 3D-принтер позволит любыми пластиками заниматься. Ну, единственное, может быть, пластиковые окна. Что это, ПВХ? ПВХ, да. Ну, и то, если это ПВХ, может быть, тоньше только. Тоже вот вопрос, что ПВХ вообще у нас не перерабатывается. Перерабатывается. Ну, в смысле, не принимается, я имею в виду, что... А, сами окна? Да, да, что нужно вести только. Нужно проверить информацию, потому что вчера вам в интернете одно написали, а сегодня уже другое. Вот. Ну, то есть я к тому, что пока что мы ограничиваемся только ПЭД. Вот ПЭД, самый ходовой товар, 20-30 рублей за килограмм, пожалуйста, сдавайте, хороший бизнес. Но кроме ПЭД, их много видов. Вот. Именно 3D-печать, она позволяет не только перерабатывать, но и тут же производить. Потому что вы переработали, вы открыли завод, потратили миллионы и продали в Китай, скорее всего, эти гранулы. Ну, вряд ли в России. Ну, хорошо. Еще биоразлагаемый пластик, ну, понятно, у вас свой замкнутый цикл, и то, что у вас... То есть мы к этому стремимся. Да, вы же его и разлагаете, собственно, заботитесь об этом. Нет, смотрите, биоразлагаемый пластик, сразу скажу, это не тот пластик, который продают в магазинах типа «Вкусвилл» или какие-нибудь вот эти сумасшедшие чуваки, которые говорят, что они такие экологичные. Это не те пакеты, которые в итоге разваливаются на части, на микропластик, и в почве все это так же остается. Нет, мы говорим о пластике... Нет, не о пластике, а о полимерах. То есть это такой полимер, из которого можно, конечно, сделать бутылку, но эта бутылка вам в большие деньги встанет. То есть, скорее, это не для бытового потребления. Да, кукуруза, картофель, то есть это другие вещи, о которых я уже говорила, это гидрогелии и флуокулянты, потому что мы знаем о проблеме пластика, о том пластике, который плавает в воде, в океане, который лежит в почве, который мы намусорили, но мы ничего не знаем о производстве, о сельском хозяйстве и какие гадости они там за собой оставляют. Собственно, для нас биополимеры это параллельное открытие с 3D-печатью. То есть это возможность создать что-то, да, чуть дороже, но меньшими жертвами, что ли, так сказать. Отлично. Вот вы еще говорили, что столкнулись с проблемами при попытке переработки пластика, можете рассказать, чуть не сказала, дизайнеры, ну, как жители и художники, что это за проблемы и как, по вашему мнению, если у вас есть идеи, как можно было бы их решить? Ну, просто, может быть, решения неочевидны, просто никто не решает, поэтому проблема возникла. Мне кажется, первая проблема у нас возникла из-за того, что у нас нет денег, потому что можно было бы сделать пресс-форму и через эту пресс-форму выливать, потому что, когда это идет на большие объемы, там выливается, то есть делается одна пресс-форма и, соответственно, она становится недорогой. Нам нужна одна пресс-форма и одна скульптура, и это нереально. Вот когда мы столкнулись, потому что одна пресс-форма это 250, 300 и так далее, тысячи рублей, мы поняли, что это не наше, что мы до этого не доросли, у нас нет столько денег, поэтому мы пошли другим путем, но тоже для нас интересным, и будем дальше как-то думать, что мы еще можем в этом направлении. Хорошо, спасибо большое. Дедрик и Олдвин. Можете, пожалуйста, рассказать об опыте того, как вы живете в Голландии и работаете, и вот то, что вы мне рассказывали, как вы сдаете мусор, как вы утилизируете мусор, что сначала у вас был пластик, вернее, стекло отдельно, и потом все больше и больше появилось, что сейчас вот такое разнообразие. Как выглядит ваша сдача мусора? Когда мне было шесть лет, я ходил по своим соседям и собирал пластиковые бутылки, потому что можно было их отнести в супермаркет, сложить в автомат и получить немного денег. Это то, что мы делали. Это было 20 лет назад. А мы уже нет. И, к сожалению, это были... Нельзя было выбросить большие... Маленькие бутылки, можно было только большие. маленькие бутылки, это самая большая проблема, потому что все их носят с собой. Сейчас правительство предоставило нам такие площадки внутри города или за пределами города, и вы туда приезжаете на машине и вы там можете выбросить все свои отходы, бумагу, железо, картон, старые электроприборы и можно отнести также старые вещи в магазин Second Hand Стекло используется повторно, бумага, картон тоже. Также пластик, мыло делают, но наша самая большая проблема это различные виды пластика, потому сейчас мы разделяем их, но эти виды не очень отличаются друг от друга, и компаниям неинтересно покупать их, и раньше вот это разделение по категориям это очень большая работа, очень много времени, и есть у нас несколько вариантов, можно сказать, хорошо, вот эти восемь, видов пластика легко сортировать автоматически, и мы можем сдавать на пункт приема, и они там будут сортироваться и перерабатываться, и тогда компании становится дешевле их покупать, и для них это интересно, потому что им не приходится выкапывать их на свалке, они могут просто их взять и использовать, и когда компании заинтересованы, то тогда все происходит быстро, например, я бы лично запретил множество разных видов пластика, если бы я был президентом... пластика, вообще сказал что-то я бы сказал уже да, точно, я прошусь. Хорошо, спасибо большое. У меня на самом деле очень мало времени, у нас столько вопросов возникает у нас, и я прямо не знаю, разрываюсь кому и что спрашивать, столько всего обсудить, и хочется сказать, что мы напомнить, что мы выступаем не за то, чтобы не производить пластик, понятно, что пластик нам всем нужен, обществу нужен, а за то, чтобы правильно его утилизировать, в этом собственно и есть опасность пластика, его неправильная утилизация, и в основном у людей, которые пластик можно утилизировать и перерабатывать в рамках замкнутого производства, то есть производственного цикла, который изначально заточен на то, чтобы перерабатывать свой собственный пластик или свои собственные отходы от производства, А может быть переработка бытового пластика, жители городов могут перерабатывать свой пластик. И вот мы находимся в Перми, Никита, ты как человек живущий здесь, и как человек, как ты говоришь, и как мы видим, неравнодушный к этому вопросу, как на самом деле обстоят здесь дела? Потому что мы не можем об этом судить, сидя здесь, только ты можешь нам сказать. Ну, видимо, для этого я здесь и нужен сегодня. Ну, все, на мой взгляд, конечно, печально, но прогресс идет во многом вот благодаря тем компаниям, которые сегодня уже были озвучены, там та же буматика, это повсеместная установка этих контейнеров, это популяризация вообще раздельного сбора мусора. Но иногда это, конечно, смешно, когда из трех дырочек все скатывается в один пакет, но мне кажется, что все-таки это, ну, если этого не видеть, то все-таки какая-то привычка прививается. Среди моих знакомых, а так как я общаюсь в основном все-таки кругу дизайнеров и, не знаю, там, людей, к минимуму, с высшим образованием, то все-таки у людей есть потребность, есть понимание того, что мусор нужно разделять. То есть все путешествуют, я, по-моему, в Японии у нас была маленькая-маленькая комнатушка и половину этой комнатушки занимали контейнеры для разного мусора. То есть это было тогда удивительно, сегодня это, в принципе, не так удивляет, потому что я вижу у своих многих друзей точно такие же контейнеры. То есть это некая такая партизанская штука, то есть никто ее законодательно не требует, но это идет запрос откуда-то снизу, и мне кажется, что сверху есть тоже понимание этого. Также, вот вы говорили, вкусвилл принимает за деньги, у нас тоже есть такая инициатива, то есть, например, я иногда коплю этот мусор, отвожу, и мне действительно за него какую-то там сумму возвращают. Я думаю, что для многих это был бы вполне хороший стимул. То есть, в принципе, работа идет, я думаю, что мы на каком-то верном пути, и это, ну, мы видим, что происходит вообще в нашей стране с мусором сегодня, да, вся эта ситуация там с полигонами и так далее. Я думаю, что это просто необходимость, и рано или поздно это будет неизбежно, что все будут раздельно собирать мусор. Да, да, вот про полигоны тоже новость недавняя про Архангельск, и вот, может быть, наши иностранные гости не знают, что в Архангельске, под Архангельском вернее, строится, правильно я говорю, Архангельская область там? Ну, я не специалист, да, но шея станция у всех на слуху. Вот, готовится полигон, который построен, насколько я знаю, с нарушением технических требований, и на полигон на этот собираются вывозить мусор из Москвы, той самой Москвы, которая ставит у себя эко-контейнеры, и, ну, вроде как идет впереди в этом вопросе, впереди других городов России, должна идти, по идее, впереди, и как-то это все продвигать. Вот это, конечно, разрозненные такие события, все. Хотелось посоветоваться и спросить, вот вы говорите, что у вас есть инициатива, но и вы пришли сюда за идеями, да, Мария? Что вы пришли сюда за идеями. Есть ли какой-то смысл в том, чтобы создать некую платформу в России, которая будет аккумулировать производителей, которым, возможно, это интересно, потому что для производителей это интересно, ну, по множеству причин. Это от экономии на энергии, да, на потребление энергии, от экономии на том, что вторичный материал, уже имеющий свою ценность, да, она не теряется, эта ценность, как при сжигании, она добавляется. Это, ну, там, скажите сами еще какие-то плюсы. Ну, да, на самом деле… Маркетинг. Да, маркетинг, это все интересно, но вот хочу только поправить. На самом деле произвести из вторички энергетических затрат пока, к сожалению, больше происходит, потому что нужно опять же довести до определенной консистенции. В России и так, в Голландии не так просто, в Голландии это меньше. Да, вот, к сожалению, пока, да, вот такая вот ситуация. Но, тем не менее, организации потихоньку вот в нашем городе, да, и в других регионах задумываются, но об этом, что пластик – это сырье и раздельный сбор отходов, вовлечение населения и больших супермаркетов. Вот, кстати, вот тема очень интересная, там, большие компании, где большое количество, там, пластиковых кредитных карт, и вот те вещи, которые мы постоянно, там, носим в кошельках, да, вот эта вот вся переработка, она развивается. То есть мы, как Сибур, вот в этом не участвуем, мы просто смотрим, что вот этот вот бизнес, он начинает развиваться, потому что поступает очень много вопросов, поступают запросы от организации, а есть ли у вас что-то такое, то есть для того, чтобы нам это переработать. Ну, как бы, это немножко за рамками функционала Сибура. Я поняла, да. Так вот, есть ли какой-то смысл, я думаю, что есть, в том, чтобы создать некую платформу, ну, онлайн-платформу, да, аккумулятор дизайнеров и их предложений, может быть, даже уже проектов каких-то готовых, возможно, вот у вас, например, есть готовый проект, но нет производителя, да, вернее, переработчика. И перерабатывающих компаний, и компаний, производящих некую платформу, чтобы они могли обменяться идеями, опытами и контактами. Конечно же, есть, потому что, ну, как сказать, для того, чтобы двигаться, нужно иметь эти идеи. Вот как раз вот на таких больших и небольших встречах, и вот мы знаем, в октябре будет большая выставка непосредственно в Третьяковке, да, Фантастик Пластик, и я знаю, что с многих регионов туда поедут, в том числе и организации, занимающиеся переработкой, для того, чтобы подчеркнуть эти идеи и использовать у себя уже, ну, на более таком масштабном уровне, может быть, там те же самые и пресс-формы, может быть, можно будет там кому-то изготавливать, то есть подумать вот над этим направлением. Потому что иногда идея о получении какого-либо товара, она приходит как раз в общении с творческими людьми, которые богаты этими идеями. Ну, а вы сами не пробовали инициировать нечто подобное? Ну, еще раз, вот мы как пермская площадка, нам вот это вот, пока просто интересно, мы на это смотрим. Вот, а с точки зрения холдинга у нас есть там такая замечательная функция, называется функция устойчивого развития. Как раз замкнутый цикл, в том числе наших продуктов, это как раз их тема, это совершенно новая функция, и они в том числе занимаются таким поиском, таких идей. Активные люди, несколько молодых человек, девушек, которые в том числе и хотели побывать и на открытии этой выставки, но у них не получилось. Но в обязательном порядке будут на московской презентации в Третьяковке. Спасибо большое. Так, какие у меня еще были вопросы? Сейчас, сейчас. А, да, чтобы побольше взять у наших иностранных друзей, да, пока они здесь, и можно им задать вопросы. Вот, может быть, у вас, как у художников и дизайнеров, есть какие-то вопросы к ним, как у них это происходит, как у них на это смотрят, как с этим работают, с этим вопросом. Не, ну, понятно, что у них, вот он говорит, что когда мне было 6 лет, я уже относила бутылки, сдавала, мне было осознание в 6 лет, да, а у нас только, я не знаю, наверное, в этом году стали в школах, вот моему сыну он приходит, там, классный руководитель пишет, что у нас сегодня образовательная программа, мы собираем крышечки, и хотя бы дети услышали, потому что до этого они вообще, им было все пофигу, на пофиге, куда кидать, пластик, не пластик и так далее. И вот, например, мой сын знает, потому что я этим занимаюсь, у меня дома вечно мешки, я вечно это все собираю, мою, потом везу в собиратор, по цифрам все раскладываю. Но я, например, предложила в школе, давайте я весь класс отвезу к нам в мастерскую, и мы с Катей сделаем мастер-класс, мы расскажем, какие есть виды пластика, как их надо мыть, там, складывать, прессовать. Значит, со всего класса 30 человек откликнулась только одна мама. Потом мне приходит ребенок и говорит, вот мой друг сказал, что делать, что ли, а папа ему сказал, что, нам делать, что ли, нечего. Значит, мусор должны бомжи убирать, а не мы. Ну и вот отсюда растут ноги. А вот человек, говорит, 6 лет, он уже понимал, что надо сортировать и так далее. Я думаю, что не хватает образовательных программ, что их надо делать больше, начиная прямо в семье, ну и, естественно, школу, в которой дети проводят целый день. Мне кажется, отсюда надо начинать воспитывать наше поколение новое. Я совершенно согласна, да, и как раз Дидрик рассказывал о школьном образовании в Голландии, о том, что это является частью. Можешь поподробнее? Моему ребенку сейчас 17 лет, еще в школе. И школьные дети, я учусь, начиная с своих учебных классов, какие материалы мы используем каждый день. И по разному моменту, может быть, темы, которые проходят, когда изучают литературу или даже математику, и он приходит домой, проверяет меня, задает мне вопросы. И, конечно же, в школах установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. Так же, как везде, в городе, если они установлены в школе, и он говорит, что так должно быть, потом дети считают это само собой разумеющим, что для детей, когда дело что-то не так, это уже часть их собственной истории, часть их собственной жизни. Что касается моих детей, то у каждого в школе есть собственная бутылка для воды. То есть на 50-60% пьет из металлических бутылок, они используют пластиковые бутылки. И это происходит, в том числе, с подачей учителем. Я хочу сказать, что это слайд, который мы сегодня показывали. Это фестиваль, освещённый проблемам экологии. Является такая обычная пластиковая бутылка, символизирующая необходимость переработки. Тебе хотела обратиться с этим вопросом. Мы понимаем, что школа-точка, она, скорее всего, рассказывает и об этом тоже, в частности. Но понятно, что вы не можете обойти вниманием этот вопрос при обучении детей. Но ты, как житель Перми, ты наблюдаешь, что, может быть, администрация как-то информирует население, как-то продвигает, пропагандирует эту тему. Или у тебя надежда только на будущее поколение, которое ты же и вырастешь? Ну, мы занимаемся вот этим проектом «Школа дизайна.точка», потому что, на наш взгляд, именно, видимо, мы и должны рассказывать. То есть каждый должен что-то рассказывать кому-то, чтобы это популяризовать. Ну, и там, что делает администрация, я сейчас, конечно, наверное, не вспомню, но я думаю, что оно поддерживает любую здравую инициативу в этом направлении, и это все-таки похвалено. Вам как-то помогает? Ну, лично нам в школе пока такого не было. Но я помню, что-то было про бумагу, что нужно бумагу собирать. Но мне кажется, это с советских времен все собирали бумагу, и почему-то с бумагой у всех никаких вопросов нет, что бумагу нужно собирать. Ну, да, да. И вообще, мне кажется, что весь вот этот вопрос переработки, пластика, не пластика, это пока чисто экономический вопрос. То есть когда появится какой-то баланс между спросом и предложением, все активно начнут его сдавать, активно принимать, активно перерабатывать и так далее. Я думаю, что это вопрос экономики и вопрос немножечко времени, потому что технологии развиваются, и то, что нам казалось раньше какой-то совсем фантастикой, то сегодня это актуально. Те же 3D-принтеры, например, когда патент на них прошел, 25 лет прошло, в массы пошли эти 3D-принтеры, была, например, проблема, что из переработанного пластика вообще нельзя ничего было печатать, потому что там сразу же появляются какие-то примеси, пузырьки и так далее. То сейчас это уже становится возможным. Что будет через 5 лет? Мы посмотрим. Мне кажется, будет уже все вполне доступно, и можно будет у себя на кухне поставить такой 3D-принтер, печатать себе посуду там, не знаю, или еще что-то. Вот, к сожалению, у нас никого нет из администрации. Администрация бойкотировала это мероприятие. Я могу немножко за администрацией поговорить, потому что, на самом деле, у нас с ними много разных программ. Мы совместно проводим для администрации замеры атмосферного воздуха и приглашаем туда студентов, школьников на эти замеры. Ну и в том числе, когда администрация вместе с чистым городом, там, лесбоматикой, проводит акции по сбору не только макулатуры, а там батарейка, спаси ежика, значит, те же самые пластиковые бутылки, то мы вот это все распространяем, когда такие акции проходят, обязательно распространяем у себя на предприятии, чтобы наши работники, живя в разных районах города, понимали, куда можно отнести, где можно сдать, где проводятся такие акции. Поэтому, да, я согласна, что законодательство пока, ну, к сожалению, не имеет такой экономической базы для того, чтобы это делалось постоянно. Пока это вот больше бумага, а все остальное батарейки, лампочки, пластик, это пока вот, к сожалению, сложно и не урегулировано. Знаем, что в этом направлении законодательство идет, не только в Пермском крае, но вот, как я и сказала, то есть в разных регионах руководители направления Минприроды задумались о том, что это та часть, которая, наверное, должна стать неотъемлемой жизнью. и изменения законодательства точно будут. То есть такие вещи вот уже в виде проектов прорабатываются, ну, и если не в этом году, то в ближайшие 2-3 года точно не поступят. Хорошо. Ну, я это про мероприятие послушала, ты говоришь, вроде нормально перерабатывается, я не встретила ни одной, ни одного раздельного сбора по дороге, вот везде, где я была сегодня. Они стоят на крайне, надо признать, да. Есть для сбора бутылок ловушки, они очень часто у нас стоят, практически в каждом уже, ну, уважающем себя там в ТСЖ стоят такие ловушки. А, ну, при жилищных, при жилых комплексах. Да, да, да. То, где, например, выдаются это деньги, это все-таки где-то на окраинах. Но мне приходится машину полностью загружать, ехать на дальнюю улицу, и там это можно сдать. Ну, и мне понравился этот момент, что бомжи собирают мусор. Действительно, они собирают, и они такие санитары у нас улиц, и они знают, куда это все можно сдавать. И вот у нас на райончике образовалась стихийно там пункт приема, и они там активно все это сдают. То есть все там двигается, живет. Как вы, да, зрители спросите, кто вот сортирует мусор и отвозит правильные места? Поднимите руку. Не стесняйтесь. Ага. А кто вот не поднял и кто не отвозит, вот после сегодняшнего, вот захотелось вам все-таки сдавать в правильное место? Надо про Мариинскую впадину сказать, что в Мариинской впадине найден пакет недавно. А, да. Один пакет, да. Теперь вам хочется сдавать мусор, да. Вот старшее поколение был мужчина, мне хотелось спросить, как он относится. Он ушел, он просто слился. Ну вот здесь ключевое, что отвозите все-таки мусор, потому что его нужно отвозить и нужно на чем-то отвозить. Да, на чем-то отвозить. Количество часов в своей неделе на то, чтобы отвезти этот пластик. Это довольно сложно для каждого, наверное, человека в России, потому что мы, тот опыт, когда мы перерабатывали что-то, мы сдавали, да, бутылки, мы там сдавали, я сдавала бутылки в детстве, хотя Советский Союз уже распался на тот момент, но я еще сдавала бутылки. А люди совершенно отвыкли, вообще у них нет привычки задуматься перед тем, как они что-то выбросят в урну. Я оказываюсь не дома, ну, например, в командировке, и я думаю о том, что я заношу руку сначала по привычке, а потом я одергиваю себя, потому что у меня возникает такой шок, шоковая реакция, как это я сюда выброшу. А у людей же совсем не возникает такой реакции, у многих. И вот вопрос как раз, как мы здесь собрались, что мы можем придумать для того, чтобы в рамках России, не знаю, Москвы, Перми, вот этот огромный провал, гэп, да, между тем, что Никита в школе учит о том, что пластик нужно перерабатывать, а родители, которых ты позвала на мастер-класс, говорят, что этим должны заниматься бомжи, вот этот гэп, это, собственно, большинство населения, да, России. Как и кто каким образом может и должен донести это до этого населения? Это к вам, ко всем вопросам, кстати. В школе, школьное образование, да, это мы уже выделили, необходимо ввести в школьное образование. Это, опять же, был бы вопрос к администрации, администрации, но она не отсутствует. В каждом дворе, да, в каждом дворе стояли бы эти баки, да, уже бы не было такой сложности куда-то тащить, ехать, но их же нет, потому что я, например, за километры, за 20 километров отвозила в Собиратор, ну, у нас такая есть компания в Москве, она волонтерская, и они такую сводку написали, что вот куча-куча перерабатывающих заводов не только по пластику, а по-разному, по металлу, по бумаге, у них недостача материала, они не задействованы на 100%, какие-то на 20, на 30, на 40, им не хватает сырья, они просят его, им нужно, но так как людям, людям реально, может быть, кто-то и уже дошло до него, что он не последний человек на этой планете, и другие тоже хотят жить, дышать и так далее, но вот это его пугает, что ему надо куда-то переться, ехать, да, а так бы во дворе бы стоял, он бы выбросил, например, вот я же живу в доме, где ТЦЖ собственное, я пошла выяснить, почему у нас нету таких мусорок, но потом я поняла, это же целая мафия, там есть мусорный завод, который у нас забирает, и сейчас, чтобы поменять его, вы же представляете, там же все уже на откатах, там все задействовано, но сейчас, чтобы их сковырнуть, это нереально, они на это не пойдут, там все уже прикормлены, и так удобно, хотя у нас три огромные свечки, живут состоятельные люди, там по пять детей у всех, но все вот этот пластик кидают на полигон, ну вот на самом деле тема рекоператоров, тоже ведь очень долго заходила, но тем не менее законодательство обязало в каждом регионе регионального оператора завести, и он должен собирать такого, так вот если его, наверное, вменят в обязанности установить вот эти вот раздельные контейнеры, контейнеры для раздельного сбора в каждой, значит, там, в жилищных комплексах, да, и потом это собирать отдельно и перерабатывать, то есть это вот та тема, которая, когда ребенок в школе или в садике видит и слушает, как это должно быть, а потом реально, идя домой в школу, мимо этой мусорки, видит, что, да, вот раздельно собирается, раздельно вывозится, и есть же такие экскурсии на технопарке, можно приехать, посмотреть, как из этого вторичного сырья, что получается, то есть когда вот дети это все видят, и это обеспечено городской средой. Технопарк это в Москве? Нет, в том числе и у нас тоже, вот буматика, чистый город, у них есть технопарки, куда можно приехать и посмотреть, как сортируется мусор, и что из этого происходит, что получается, вот, и когда вот эта вот среда будет создана, да, тогда, наверное, может быть, не 20 лет пройдет, может быть, лет 5 или 6, мы все-таки видим прогресс во всем этом движении, тогда это реально, приезжая в город Пермь, вам не надо будет искать, наверное, где взять мусорку, куда выкинуть эту пластиковую бутылку, чтобы она пошла в переработку. То есть это нужна среда законодательная, государственная, краевая, региональная, общероссийская. А сейчас регоператор чем занимается в Перми? Регоператор, он, по сути дела, сортировкой и не занимается, насколько вот мы так слышим, точно так же, как у нас на промышленной площадке и около домов, где-то есть вот эти вот сортировочные контейнеры, где-то нет этих сортировочных контейнеров. Он просто у нас сейчас заключил договора с местными операторами, которые раньше занимались сбором и сортировкой мусора. Все, и дальше это не развивается. То есть просто стал юридически главенствующей над ними организацией и все. Да, да, да. И выстраивает какие-то свои вот эти вот, свое взаимодействие на уровне города Перми и края. И пока все. Надеемся, что будет какое-то движение и движение вот в рамках раздельного сбора. Ну, то есть, получается, этот вопрос нужно на федеральном уровне решать. Конечно, конечно, обязательно. Школы на федеральном уровне. Аудиогестс. Я бы хотела добавить, что может быть интересный подход. Может быть, и для Перми. Наше правительство обязало компании сделать их ответственными за то, что они продают. Например, если вы продаете холодильники, доставляете их в дом, то вы обязаны забрать с собой старый холодильник. Если вы продаете батарейки, вы обязаны собирать старые батарейки. Если вы идете в супермаркет, вы хотите купить бутылку Кока-Колы, вы можете принести старую бутылку, пустую. И все дело в том, чтобы сделать это все очень просто для людей. Чтобы вам не приходилось загружать машину и везти это куда-то. Но если вы идете просто в соседний магазин, то больших усилий вам не потребуется. И это легко, это быстро становится привычкой. Что мне нужно купить в магазине, а еще мне нужно сдать вот все эти вещи. То есть, когда это очень маленькие количества, то это становится просто. Но здесь должны быть правительства, которое должно обязать производителей и продавцов собирать старые продукты. тут две мысли появилось важных. Во-первых, по поводу того, что мне рассказывали наши голландские гости. Они рассказывали, что сначала, когда в Голландии только начали разделять разные виды пластика, насколько я правильно поняла, они не совсем верили в то, что этот пластик действительно потом не сгребается в одну кучу и вообще неизвестно, что с ним происходит. Но в процессе разработки этой стратегии стало очевидно, что этот пластик действительно перерабатывается, потому что они увидели продукты, на которые они сдавали этот пластик, они увидели их в магазине, покупая. И увидев их, покупая, в этот момент они осознали, что они делали это не зря до этого момента. Вот тоже хотелось бы, чтобы в России произошел какой-то такой момент, когда я зайду в магазин и порадуюсь, потому что я посодействовала этому процессу. Никит, есть у тебя какие-то идеи, как... А, вот, да, вторая мысль. То, что с одной стороны это информирование населения, то, о чем я сейчас говорила, и узнавание населения, и мотивация населения, но с другой стороны это всегда, конечно, экономический фактор. И насколько я из этой беседы сейчас поняла, не знаю, скажите мне, права или нет, в России просто экономически невыгодно на данный момент перерабатывать пластик, и поэтому никакие не предпринимаются меры, особо для того, чтобы этот пластик больше сдавали, потому что от того, что его будут больше сдавать, от этого его никто перерабатывать не начнет. И пока не будут созданы технологии, которые его перерабатывают дешевле, чем потребляют новый, и производят его из нефти, который в России, как известно, тоже становится меньше, хотя не очень много кого волнует. И до этого момента мы, собственно, не придем к цивилизованному, к цивилизованной утилизации пластика, так? Да, конечно, все правильно, все верно. А на каком уровне технологии там находятся? Тут не то, что даже технология, технология, в принципе, переработки, она есть, а вот именно самое сложное, это как, опять же, включить в цену кому-то возврат вот этой бутылки или возврат там телевизора или еще какой-то изготовленной до этого продукции, и как это доставить, за счет кого? за счет потребителя, то есть готовы ли мы как, условно говоря, покупатели, приходя в магазин, платить больше? И как выстроить логистику вот этой вот транспортировки всех этих отходов до переработчика? Вот это вот как раз самая большая проблема, и она сейчас как раз на государственном уровне обсуждается. И, собственно, дизайнеры-то для этого не нужны они, они как раз проектируют процессы, а это все процессы. И в Голландии уже давно заложена эта норма, когда у тебя дизайнеры работают над этим вопросом. Нет? Не норма? Мне говорили, что норма. Когда дизайнеры работают заранее, закладывают в создание продукта то, что он будет либо переработан полностью, либо частично, либо возвращен на тому же производителю в форме очищенного пластика, нужно чего-то такого. Никита, есть идея еще у тебя? Как, с пластиком бороться? Нет, 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 как с пластиком бороться особенно. Нет, идея того, как донести до людей, вот чтобы нам этот разрыв между бомжами и давайте все будем пить из многоразовых бутылок, чтобы нам его снять в России в перемене. Мне кажется, каждый должен заниматься своим делом и должен делать его хорошо. У нас здесь есть художники, дизайнеры, производители, художники, дизайнеры, фотографы, музей, зрители. Все мы должны делать то, что мы делаем. Например, вот эта замечательная выставка, я думал, сделала свой маленький шаг в этой борьбе. Очень надеемся. Да, мы в нашей школе тоже сделаем маленький шаг и так постепенно мы придем к той точке, когда будет баланс. Я думаю, что это так. Да, постепенно, но помните, 2050-е у нас тикает, а так постепенно. Будем надеяться, что да, у нас все-таки мы успеем. Спасибо, Никит. У нас есть зрители, если у них есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Какие-нибудь вопросы? Вообще, просто может быть не связаны так сильно с переработкой, как может быть дизайнером-художником вопросы. Нет? Ну, тогда спасибо большое, спасибо всем участникам. Спасибо. 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 Спасибо.